Всем огромный привет! Сегодня будет видео макияж. Использовать я буду новинки 15 каталога компании Faberlic. Покажу вам в действии карандаш новый для бровей, также скульптор для лица и вот такую вот жидкую металлическую помаду в очень ярком и красивом оттенке. Много комплиментов мне написали, как ко мне этот оттенок идет. И также, как и обещала, выскажу свое мнение о грядущем кэшбэке у компании Faberlic, что я о нем думаю, нравится мне или не нравится. И давайте начнем. Давайте я быстренько пробегусь по тем продуктам, которые я уже наносила на свое лицо какое-то время назад, потому что перерыв получился как-то между съемкой. Тонально у меня сегодня Max Factor Miracle Touch в 0,45 оттенке. Он такой темноват все-таки. Я его стараюсь побыстрее-побыстрее использовать, пока мой загар еще не совсем сошел, иначе будет сильно он выделяться, отличаться. Тут его совсем буквально осталось немножко, наверное, на один раз от силы, где-то так. Ну, потому что на зиму мне будет уже этот оттенок совсем не к месту. Оттенок такой, загар немного придает. Пудра моя любимая Innis Free No Sebum минеральная пудра корейская. Также нанесла базу под тени от NYX. Тоже уже показывала в прошлом видео. И также мой любимый консилер под глазки от Aviline. Вот такой. Так как все основные тона на лицо уже нанесены, можно приступать к макияжу глаз. И использовать я буду вот эту палетку от Marilay. Относительно недавняя новинка. Также у меня предыдущий мой макияж я делала с этой палеткой. Но сегодня я буду использовать другие оттенки. Это нежный розовый и также вот этот вот серый хамелеонистый. Как обычно, приблизила я камеру. Оттенок немного пылит, когда набираете его. Но он красивый, он нежный, сатиновый. Повторюсь еще раз, что палетка и качество тенеет. И палетке я довольна очень. Сатиновый отлив такой. Ну что, по поводу кэшбэка. Очень много кто об этой, эту тему затрагивал. Об этом кэшбэке говорил. Кому не лень, наверное, все. Все, кто пользуются, так или иначе пользуются косметикой Фаберлик из блогеров. Мне кажется, все осветили эту тему уже. Конечно, у всех свое видение. В основном те, кто является директором, либо у тех, у кого структура большая, кто делает, ну какой-то статус имеет более значимый в этой компании. Например, там, как старший продавец, что ли, или как-то старший консультант. Они все говорят в основном, что как это здорово, ничего страшного в этом нет. Что будет только больше прибыли у вас. Что ничего не бойтесь. Это же наоборот. Компания для вас лучше делает. Ну, компания никогда не будет делать себе хуже, да? Ну, это, по-моему, дураку известно, что себя ущемлять они никогда ни в чем не собираются. Естественно, какая-то преследуется мысль введения этого кэшбэка, по крайней мере, в переходном периоде на него. Что мне не нравится. Это два момента, вот прям ярких, которые мне не нравятся в этой новой системе. Вернее, которая будет только, да, 16-го каталога. Это то, что, получается, первый заказ я лично должна делать по ценам каталога, да? То есть, уже без скидки, без своих 26% скидки я должна сделать заказ по ценам каталога. А так как у меня с мамой вместе, в основном, конечно, мамин заказ, ну, я тоже, в принципе, бывает, прилично беру. Иногда там вещи какие-то, да, они выходят, что немало денег все равно стоит. У нас заказы могут быть по 6 тысяч, по 12 тысяч и по 14 тысяч у нас бывают заказы. Ну, то есть, для нас это очень невыгодно. Очень невыгодно. Особенно, да, наверное, даже три момента озвучу, почему мне не нравится эта система. Вот то, что первый заказ, я должна заплатить всю сумму, когда за огромное количество времени, потому что я с этой компанией связана, и мама моя с этой компанией связана очень давно. Очень давно, ну, 10 лет, мне кажется, уже. Может быть, я преувеличиваю, но давайте будем примерно, вот, примерно 10 лет. Может быть, там, 9, либо 8, но это много лет, я считаю, с этой компанией, пользуюсь этой продукцией. Да, что-то мне нравится, что-то мне не нравится. Бывают те продукты, которые не стоят своих цен. Один из них я вам сегодня покажу. Вот, и я за этот продукт должна отдать, так как я покупаю, допустим, новинки, покупаете, покупаете новинки без отзывов, дабы, наоборот, свой отзыв на них оставить, да, здесь, на YouTube. Я должна тратить еще больше денег на то, чтобы приобрести этот продукт, и либо он мне понравится, либо я в нем разочаруюсь. Вот так, потому что, идя в магазин и покупая какой-то продукт, естественно, я почитаю отзывы, например, уже тех людей, которые брали, и какие минусы, какие плюсы, я буду знать. В компании Фаберлик я покупаю заранее новинки, поэтому здесь, как кот в мешке, да, приобретаешь. Вот, это один минус, то есть, большая переплата получается у нас с мамой. И наш заказ первый будет с огромной переплатой. Потом, второй момент. Помимо того, что ты должна взять по ценам каталога, ты должна еще и доставку оплатить. То есть, это сверх всего я еще должна заплатить и за доставку. То есть, раньше такого не было никогда. И даже пусть эти были 26% скидки, как постоянного консультанта, но все равно оно как-то так не воспринимается. Вот, конечно, не охота за нее платить, но, естественно, транспортные расходы, их никуда не денешь. Когда ты с интернета делаешь заказ, ты платишь за доставку, да, так или иначе. Хотя там есть такие моменты, что если ты делаешь на какую-то определенную сумму, например, 3 тысячи или 5 тысяч, то тебе доставка бесплатная. И это мне очень нравится. Я обычно стараюсь именно до такой суммы добрать, чтобы не платить потом рублей 400 еще за доставку. А здесь же ты хоть, я не знаю, на 20 тысяч набери, ты доставку все равно будешь платить. То есть, как-то те сайты выкручиваются, да, а здесь вот так не хотят делать, не хочет делать компания. Если бы они сделали, допустим, от какой-то суммы, допустим, от 5 тысяч, вам доставка бесплатная. То я думаю, это было бы хоть как-то поинтереснее все-таки. Так, светлый оттенок я нанесла, вот этот вот нежно-розовый. Но он сильно розовым не выглядит, да? Красивый такой оттенок. Так, теперь вот этот вот сатиновый хамелеонисто-серый я буду им, ну, как бы раздушевывать и немного в уголок. И еще по вот этой доставке, то есть, возможен такой результат от этого, что те люди, которые у тебя покупали раньше продукцию по каталогу, если ты им будешь сейчас говорить, а еще заплати за доставку, могут отказаться от твоих услуг. Это не очень приятный момент. Соответственно, у тебя могут упасть вот этот вот оборот, вот эти продажи. Ты не будешь набирать те баллы, чтобы оставаться вип-консультантом, потому что я остаюсь вип-консультантом уже длительное время. И стараемся мы с мамой именно поддерживать вот этот статус, дабы и новинки заранее заказывайте. Ну, и плюс там еще другие плюшки есть у вип-консультантов. Вот так, да? Не очень приятный момент. И также, что касается еще моих клиентов, маминых клиентов, не, допустим, своим подругам, лучшим подругам, да, я продаю продукцию по цене, по своей. Конечно, я им прибавляла доставку, но это все равно выходило меньше, чем каталог. Я по своей цене продавала. А как сейчас я буду продавать? Я должна сказать, заплати по цене каталога и плюс еще доставку я тебе начислю за это. Потому что со своих денег почему я должна оплачивать доставку, опять же таки, да? Ну, вот этот момент мне не нравится. Я его, не знаю, не хочу воспринимать, потому что, ну, не нравится он мне. И также у мамы есть ее девчонки, которым она продавала продукцию со скидкой со своей. И они делали хорошие заказы. А как сейчас это будет все выглядеть, я не знаю сейчас. Ну, как-то... Как можете заметить, этот серый оттенок, он на глазах не такой темный, да, получается. И растушуем немного в уголочке его. Какой-то еще один момент был, который мне не нравился, и вот я, у меня прямо с головы вылетело, что я хотела сказать, по какому поводу, вот что-то мне еще какой-то вот такой минус для себя, по крайней мере, я нашла в этой системе. По сути, эта система, она хороша для тех консультантов, которые не делают большие заказы, у которых нет клиентской базы, у которых нет структуры, которые заказывают для себя, делают маленькие заказы, чисто для себя, какую-то продукцию берут, для них эта система хорошая. Они будут, если они 6 периодов подряд делают по 1000, то у них кэшбэк становится 26%, а так они, новые консультанты, они входят с кэшбэком 15%. Если вы в 15 каталоге зарегистрируетесь и сделаете заказ на 50 баллов, по-моему, то тогда вы сразу тоже входите, ну, если я не путаю, то ли с 20, то ли с 26% кэшбэка. В общем-то, очень много информации по этому поводу с таблицами, со всем вот этим, и я смотрела, как представляют, предоставляют эту систему директорам. Я считаю, что это, наверное, все-таки директора, которые ее шибко-шибко нахваливают, как здорово, и какая большая прибыль у вас будет. Но, не знаю. Я не считаю, что вот такой консультант, как я, получит большую прибыль. Не считаю. Все-таки, мне кажется, это наоборот будет даже убыток. Все-таки. Тот кэшбэк, который я получу за свой большой заказ, естественно, если я буду делать потом маленький заказ, я его полностью не могу потратить, для меня было бы, наверное, огромным плюсом такой системы, если бы кэшбэк был выводимый, если бы я могла вывести эти деньги себе на карту обратно, тогда бы, мне кажется, вообще ни у кого бы никаких вопросов по этому поводу не было бы, все были бы счастливы, то есть они бы себе вернули деньги на карту и могли бы потратить их на что угодно, допустим, как получается это сейчас, да, ну вот что, как делают таблички, я видел, показывают, что разницы никакой нет, что ты закажешь на тысячу рублей, заказ делаешь, у тебя вот кэшбэк столько будет, тебе вернется, ты потратишь, сколько ты сделаешь, также по вот этой вот системе, которая еще до сих пор действует, до 16 каталога, но по сути я же все равно переплачу, но все равно я переплачу, и эти деньги у меня останутся у Фаберлик, я же ими не смогу воспользоваться на что-то другое, если сейчас я не доплачиваю эту сумму, да, и она у меня в кармане остается, вот эти 26% моей скидки, как консультанта, они остаются у меня, я их могу потратить на что угодно, по сути, но здесь же получается, что эти 26% теперь будут оставаться на счету у компании Фаберлик, на моем личном счету, их потратить я смогу только на эту продукцию, не очень удобная система, для меня не очень удобная, не считаю ее супер-пупер, как ее описывают, ну, это мое личное мнение, да, хорошая система для тех, кто чисто для себя делает маленькие небольшие заказы, может быть, и это подстегивает, естественно, то, что деньги там лежат, и они могут еще и сгореть, причем, если вы не будете делать заказы, не помню, сколько периодов, то ли два, то ли три, то ли полгода, может быть, то у вас деньги сгорают, и, кстати, кэшбэк уменьшится, если вы пропустите какой-то период. Давайте я еще этот темный оттенок нанесу на нижнее веко, значит, деньги остаются там на счету, и это подстегивает на то, что сделать еще заказ, да, следующий заказ, а потом следующий заказ, и так просто цепочкой беспрерывно, она, конечно, прерывная, то, что вы только потеряете свои деньги, на этом она, может, и прервется. Ну, как бы там не описывали, насколько шикарна эта система, как много прибыли она приносит, ну, не знаю, не знаю, не знаю, и у нас народ такой, что ему сложно доказать, ну, обычным консультантам, да, что как тебе будет выгодно-то покупать, вот, без этой скидки 26%, если ты, допустим, зарегистрировался, да, и, ну, 20% у тебя становится скидка, и ты можешь, раньше, по крайней мере, было так, что ты можешь несколько периодов подряд не делать заказы, а потом сделать, и там тебе еще компания подарочек может подкинуть, и скидка у тебя 20% все равно остается, а теперь такого нет, теперь, если ты не делаешь, то у тебя кэшбэк 15% становится, а потом вообще сгорает, если какой-то вот этот период, так и дальше ты не продолжаешь делать заказы, ну, то есть компания в убыль себе делать ничего не будет, по поводу, буду ли я делать заказы, ну, пока буду, пока буду, посмотрим, как оно все выльется-то вживую, может быть, будет волна возмущений, волна негатива, может быть, вдруг компания решит свернуть все это дело, и вернуть старую систему, ну, не знаю, конечно. Вот такой макияж, теперь я сделаю только ресницы, в общем-то, и покажу вам, как рисуют карандаш. Тушь у меня сегодня, это вот такая ультра-черная от Фаберлик, объем на 54-62, она с силиконовой щеточкой, вот такой вот большой, и пахнет медом, вкусная тушь, я ее называю, она хорошо прокрашивает реснички, но ее, это, наверное, единственная тушь у Фаберлик, которая сложнее всего смывается. Вот такое мое мнение о кэшбэке, и я не рада, лично я не рада такой системе, не знаю, что в ней такого хорошего, может быть, у директоров самоубеждение о том, что у них все только наладится, и будет еще лучше, и будет у них оборот больше, и прибыли у них будет больше, они надеются, я думаю, только на то, что людей будет подстегивать вот этот момент, что денежки там лежат, чтобы сделать еще один заказ. Ну, это такая хитрость, хитрость компании, для того, чтобы люди делали заказы свои. Реснички накрашены, теперь можно переходить к бровям, вот он мой карандаш, с кисточкой, я такими кисточками не пользуюсь, мне они не очень нравятся, карандаш, кстати, не подстрогала, но на еще разок, мне, в общем-то, хватит накрасить ресниц, ой, брови свои, вот такой вот. Прокрашивает хорошо, держится хорошо, он, конечно, не укладывает прям брови, волосочки, чтобы они лежали, все-таки лучше закрепить каким-то гелем для бровей, оттенок немного с рыжинкой, поэтому, если кто-то любит талповые оттенки, серо-коричневые, то это не ваш вариант, у меня, кстати, оттенок, не сказала, 55-28, это средний оттенок, который представлен в каталоге, всего их там 3 оттенка, в общем-то, карандашом этим быстро прокрашивается, делается макияж, мне он нравится, я неделю, даже больше уже неделю пользуюсь, и вот еще его много, подстрагивала, по-моему, всего два раза, или даже один, уж точно и не вспомню, сначала я прокрашиваю, а потом я буду все это дело прочесывать, и как бы растушевывать, моему цвету волос, в общем-то, более-менее подходит этот карандаш, но я все-таки больше люблю, когда серо-коричневый вариант, серо-коричневый оттенок, он более естественен, ну, на мой взгляд, и более универсален, кстати, вот сейчас я смотрю, при таком освещении, прям совсем коричневый, да, такой цвет получается, но смотря на себя в зеркало, он более темный, почему-то, немного неправильно передается оттенок, кстати, да, вот, в живую он более темный, нежели сейчас на камеру, странно, но почему-то так получается, и так брови я свою оформила, но почему-то мне кажется, что они все-таки более рыжими смотрятся, чем вот в живую в зеркало сейчас, я, конечно, на большом экране посмотрю, когда буду обрабатывать видео, но мне кажется, все-таки сейчас как-то не совсем правильно передается оттенок, пришло время использовать скульптор, вот такой, артикул 6193, еще раз замечу, что в каталоге артикул перепутанный, я изначально себе заказывала крем-корректор, стик-корректор, хотела использовать его как тональный, но под тем артикулом, который там он указан, мне пришел скульптор, приходится пользоваться им, скульптор жирный, кремовый, пигментированный, наносится он очень хорошо, с красивым пигментом, это такой холодный оттенок, очень правильный и красивый оттенок, и это единственный его плюс, да, что касается, как он выглядит на щеках, да никак, когда вы его растушевываете, он растушевывается в ноль, и я вот даже последнее видео свое посмотрела, когда вот про новинки рассказывала, его не видно на камере, вообще абсолютно не видно, значит, если его растушевывать спонжем, либо кистью, то он совершенно становится не виден сразу же, мне кажется, когда его пальчиком растушевываешь, то он еще хоть как-то виден, и то потом он пропадает, не знаю, почему там девчонки говорили, что хороший продукт, видела я просто отзывы на вот эти вот стики, что отлично, все у них есть, и тень, и все дают, но вот на моей коже, на моем лице ничего этого нет, конечно, когда сейчас вот так вот намажешься, это будет что-то с чем-то, смотрите, яркий, да, пигмент, ну давайте с другой стороны, под скулу нанесем, вот такой вот индейец называется, вот такой вот индейец, и теперь я буду это дело растушевывать пальчиком, значит, вот так, так как это такая жирно-кремовая субстанция, да, соответственно, все это еще и остается на пальчике, чем больше пальцев вы используете в этом, тем больше продукта на них остается, и менее остается на ваших скулах, ну вот сейчас видно, да, видно, но потом, сейчас мы дотушуем все это дело, через какое-то время у меня он почему-то, как правильно сказать, то ли слазит, пропадает, в общем, и вот если вот так пальчиком подрастушевывать одним, то тогда более-менее вот эту тень видно, да, давайте второе сделаем так же, но через какое-то время я вам, ну серьезно, не вру, он почему-то пропадает, поэтому я считаю, что этот продукт своих денег не стоит точно, и как-то жалко тратить, особенно если покупать его по цене каталога, он 249 рублей стоит, так, может быть такой способ нанесения неправильный, я, кажется сейчас такая матрешка, я не визажист, я только любитель, ну вот так вот-то вот, ну все, нанесла, смотрите, так вот вроде бы и есть, да, какая-то тень, такая темная, сейчас вживую, кстати, не такой яркий оттенок, как он сейчас на камеру передается, а вот такой вот он, в общем, да, пока мне кажется его видно, опять же таки, я когда снимала видео, рассказывала об этом стике, мне казалось, что вот в окошке камеры, его очень видно, но когда я стала обрабатывать видео, я посмотрела, нет, его не видно, поэтому не буду делать заявление, что сейчас его видно, потому что вот смотря в зеркало, я его практически не вижу, либо он такой супер-пупер натуральный, но лично я не советую, меня не впечатлил он, цвет только красивый, конечно, жаль, хотелось бы, чтобы он был более таким стойким, что ли, ну и что, осталась у нас помада, да, осталась у нас матово-металлическая помада, у меня это артикул 44-154, оттенок марсала, либо марсала, ну, кстати, напишите в комментариях, куда правильно ставится ударение, это вот такой вот спонжик небольшой, с приятным фруктовым ароматом, даже, наверное, сливочно-фруктовым, наносится помада легко, быстро, спонжиком хорошо все разносится, прочерчивается контур, и она довольно-таки стойкая, ну, давайте накрашу, а потом буду разговаривать, так, вроде бы все, вроде бы нанесла, значит, помада матовая, она не имеет первом утра, но у нее вот этот хамелеонистый такой перелив, с золотом, и она может бликать, вот на таком искусственном освещении, я заметила, что она может бликовать, вот какие-то блики давать, и кажется, как будто бы где-то нанесено меньше, да, неровно, но нанесено ровно, по контуру я имею в виду, в общем-то цвет красивый, да, такой, он праздничный, и очень такой прям яркий, красивый оттенок, мне нравится, когда вот, если вы идете на праздник, и хотите одеть вот такую вот яркую помаду, если на улице не очень хорошая погода, ветреная, то, будьте уверены, она у вас не размажется, потому что волосы часто попадают от ветра, и могут кремовую помаду размазать, то здесь такого не будет, вот помады, вот эта металлическая, осталась довольна, прям-таки довольна, еще бы было, куда такой яркий оттенок носить, давайте приближусь, сейчас камеру посмотрите, макияж поближе, Макияж бują, макияж бация, макияж бially, Ну что, на этом будем с вами прощаться, вот такой макияж у меня получился, не сильно яркий макияж глаз, но компенсируется все очень яркой и красивой помадой. А также, надеюсь, у вас удовлетворили мои ответы по поводу кэшбэка от компании Фаберлик, я не скажу, что я ему рада. Пишите ваши комментарии, что вы о нем думаете, как вам макияж, как вам те продукты, которые я показала вам. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем до скорых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok